Всем привет, ребят! Сегодня 2 августа 2023 года. На тестовый сервер PUBG завезли новое обновление, а именно новый Battle Pass, коллаборация Aston Martin, новое оружие драгунов, новые скины на Aston Martin, их будет 3, а также обновленный Miramar. Ребята, убедительная просьба поставить лайк заранее, потому что сейчас мы будем все это разбираться, скорее всего вы будете сами там воникать, смотреть, интересно, поэтому потратьте секунду времени, чтобы прожать лайк, это очень поможет, в последнее время очень хорошо растет канал, вот, благодаря вам. Спасибо, ну и что, всем приятного просмотра, погнали разбираться, что там нового. Пробежимся по Battle Pass. За первый и второй левел вам дадут вот такую панамку, 50 жетонов Aston Martin, об этом чуть позже, как создавать, для чего они нужны. За второй и третий левел вы получите усилитель BP 20%, 20 жетонов Aston Martin, за четвертый левел вы получите ящик с трофеями, далее сундук охотника обычный, 50 жетонов за шестой левел, за седьмой левел также усилитель BP, восьмой левел вот такая вот футболочка будет Aston Martin, далее сундук охотника, 20 жетонов, ключ, вот такая вот эмблемка, 3000 BP, фишек, вот такой вот первый шлем, здесь купонов контрабанды, ящик с трофеями, чуть позже покажу, что с него падает, вот такие вот штанишки, снова 70 жетонов, вот такое вот лого, ключик, 70 жетонов, сундук, третий рюкзак, нет, второй, извиняюсь, второй рюкзак, Aston Martin, 30 жетонов, эмоция, типа у меня уже все по горло, интересно, вот такая вот кепочка, 70 жетонов, ключ, 70 жетонов, 1500 кредитов, вот такая вот жилетка будет, интересная, а также жетоны, ключ, жетоны, третий рюкзак, сундук охотника, опять жетоны, будет краска, чуть позже об этом, также ящик с трофеями, ну и по одежде еще вот такая вот будет куртка, и также будет эмблемки даваться, сразу скажу, что за весь батл пасс вы получите 1320 жетонов и плюс с миссией и достижений вы получите еще 330, того у вас будет 1650 жетонов, за эти жетоны вы сможете купить вот такой вот спорткар, скин на спорткар, если вам совсем ничего не выпадет, давайте посмотрим, что из чего состоит, за 12500 вы сможете купить набор, он включает в себя 50 кейсов, из которых вы сможете выбить оттиск набора, оттиск костюма, и также с этого кейса у вас есть шанс выбить кейс, с которого падают уже легендарные оттиски на эти спорткары, вероятность выпадения таких оттисков 8%, 6% и 5%, это очень много, что скорее всего очень много будет с первых кейсов падать вам и вот скинчики, интересно, также вы получите 800 жетонов, за 6250 вы получите 3 кейса и 25, соответственно, из которых может упасть такой кейсик, за 2500 вы сможете получить 1 кейс и 10 кейсов, соответственно, за 250 вы получаете 1 кейс, из которого вам может упасть кейс, который с легендарными скинами и 15 жетонов, что в принципе, наверное, не рекомендую покупать. Давайте рассмотрим батл пасс. Батл пасс 20 лвлов, стоит 5000 жетонов, из них вы получаете батл пасс плюс 20 уровней, 5 кейсов с легендарными скинами, вот такое вот лого и 500 жетонов. За обычный батл пасс, который стоит на 300 жетонов дороже или 200, по-моему, 999, да, 100 жетонов, сейчас он будет стоить 1200 джекойнов. Вы получаете 1 кейсик со скинами, с легендарными, с жетонов и сам батл пасс. Вот, также на основные сервера добавили скины наборов киберспортивных команд, это команда Sonic, вот так вот выглядит калаш, в принципе, довольно-таки неплохо, очень добротно выглядит. Вот такой вот граффити, ну и одежда. Далее Twisted Mines, вот такой вот дробовик. В принципе, тоже неплохо выглядит, такое граффити и вот такие вот шмотки. Далее команда Genji, вот такая вот одежда, такой скин на КБЗ и такое граффити. И последнее это у нас 4M, вот такой вот скин. Такой скин на калаш. И вот такой граффити. Это все, что касаемо игрового магазина. Давайте перейдем в мастерскую. Как и что создается? Допустим, вы выбили себе внедорожник, вам очень повезло, у вас спракнул процент с кейса 8%, вы купили себе внедорожник. Что можно купить для него? Во-первых, можно купить краски, можно купить неоновую подсветку, только для вот этого скина среднего. Об этом чуть позже. Можно купить раскраску дисков, можно купить тормозные суппорты, тоже скины. Ну и можно купить себе парашют Aston Martin. Вот так вот выглядит парашют. Давайте по порядку. На внедорожник. Из чего состоит внедорожник. Дефолтно у вас будет два скина. Белый и зеленый на него. Открытые двери. Можно поставить в лобби. Будет смотреться красиво. И за жетоны, либо вы можете выбить также с кейсов, вот такую вот раскраску. Дополнительно на него. Диски. Также у вас будет один комплект белый. И можно повыбивать себе уже других раскрасок. И тормозные суппорты. Также будет дефолтно черный. И тут можно разные будет выбить. Это что касаемо внедорожника. Есть еще скин вот такой вот. Он мне больше как-то понравился. Он больше привлекательно смотрится. И на него есть основная такая неоновая подсветка, так скажем. Об этом сейчас я все расскажу. Также дефолтно идет два скина. Две покраски. Это лазурный и белый. Вот так вот. Можно также выбить дополнительно себе другие цвета. Также, как я говорил, у него есть линовка или линовка. Не знаю, для меня это неоновая подсветка. Дефолтно она у вас будет вот такая вот жемчужная бронза. А также можно выбить другие цвета. Мне больше нравится вот. Вот такой вот цвет. Прям очень здорово смотрится. Также диски и суппорта. Ну и третий скин с откидной крышей. Как я понял. С откидной крышей. Дефолтно у вас также будет один цвет. Это серый Камберленд. Эстетически звучит. Также можно будет выбить другие. По желанию, либо купить. Также будет неоновая подсветочка. Одна. Белого цвета. Ну и дефолтно она тут отсутствует. Но можно будет приобрести. И диски. Один всего лишь комплект. И немножечко раскраски на суппорта. Это что касаемо вот этих скинов. Также в игру добавили новое оружие. Называется оно Драгунов. Имеет те же самые обвесы, что у СЛР. Это дула. Прицел. Увелмак. И пощечную наставку. С увеличенным магазином просто у нее 20 патронов. С увеличенным быстрого доступа 18. Дефолтно у нее 10 патронов. Сразу скажу, что потапать у нее не получится. Это оружие специфичное. Оно имеет шанс увеличенного урона. Об этом чуть позже. Ну и давайте посмотрим, как оно выглядит. Вот так вот выглядит с X8 и с компенсатором. Вот так вот выглядит с глушителем. Вот так вот оно будет выглядеть с 3Х. Вот так вот, соответственно, с 4Х. С 2Х и с 6Х. Ну и еще посмотрим. Давайте с тепловизором. Что касаемо скорострельности, то это оружие не особо скорострельно. Максимум, что вы можете натапать, это вот. Имеет большую отдачу. Это оружие медленнее, чем СКС и СЛР. Почти что в 4 раза. То есть вам не получится с нее потапать. Как это говорят. Оружие имеет шанс двойного урона. То есть иногда оно у вас будет ваншотить во вторую голову. Иногда оно у вас не будет ваншотить вторую голову. То есть все зависит от прока крита, так скажем. Также в игру добавили обновленный миромар. Давайте посмотрим, что там есть новенького. Это песчаная буря, зиплайны. В общем, поиграли с этим оружием. Я вам все покажу, как есть на деле. Let's go. Новая карта Миромара. Как я и говорил, подъемы на Вальдемаре. Скорее всего это зиплайны. Сейчас я посмотрю. Я думаю, что это все-таки будут зиплайны. Ну и буря. Буря. Еще одна шестерка. Лут, кстати, добротный довольно-таки. Так, и нашли сразу же драгунов. Нашли драгунов. Хорошо. Она будет спавниться на земле. Это хорошо. Это успеваешь обратно прицелиться. Мы довольно-таки в центре здесь находимся. Идет буря. Давайте заедем в бурю. Давайте заедем в бурю, ребят. Буря идет. Давайте заедем в бурю. Блин, очень круто сделали карту. Я прям в восторге. Я в восторге. Так, и видим бурю. Блин, выглядит эффектно. Эффектно выглядит. Такое приближение, блин, к буре. Выглядит очень здорово. Ну и проходит краем через пикады, да? Ошалеть. Очень круто. Отнимать хп будет? Ну, я так понял, что это просто буря, которая не отнимает хп. Я так понял, да? Блин, ну прикольно, прикольно. Но очень быстрая. Очень быстро прошла. Не? Так, ну и я хочу еще проверить зиплайн. И потом пойдем стреляться. Будем проверять драгунов. Молодцы! Наконец-то! Наконец-то я это скажу! Вы молодцы! Молодцы! Круто! Теперь я захочу играть в Мирамар всегда. Так, и какой-то вертолет летит. Вертолет с чем? А, вертолет забирает... На шаре чуваков? Офигеть! Прикольно, прикольно. Зиплайн, ребят. Это зиплайн, как я и говорил. Прикольно. Стрелять, ребят, нельзя. Стрелять нельзя. Стрелять с зиплайна нельзя. Также нельзя развернуться, поехать обратно. Нажали кнопочку вперед и все. И катитесь. Я надеюсь, меня там никто не встретит. Прикольно. Скорее всего, он поехал проверять зиплайн. Ну это, блин, я не знаю. Очень большие тайминги после выстрела. Очень большие тайминги. Вот я клянусь, если бы у этого чувака был миник, я бы не выжил. Я говорю, выглядит очень круто. На самом деле, очень-очень круто они сделали. Пап становится все играбельнее и играбельнее. Это здорово. Так. Я не посмотрел, кстати, есть ли там кто. Но ладно. Вот так выглядит полет на зиплайн. Я хочу посмотреть подъемы, ничего не знаю. Вот тут вот есть подъем какой-то. Это подъем? Да, это, ребят, подъем земли. Все, отлично. Как я и говорил, добавили песчаные подъемы. Добавили зиплайны. Все верно, все верно, ребят. По карте определили, ребят. По карте определили, все верно. Шик. Вот это я аналитик. Все, теперь вы, если упадете с моста, или вам нужно будет, и побоитесь переезжать на эту зону, можете смело просто брать, прыгать с моста и подниматься. Подъемов тут много. Вот здесь подъем, здесь, здесь. Короче, будет вам где подняться. Вот она, красоточка. Новые СВД Драгунов. Снова даю в голову. Ну, из тачки, я не знаю, это вообще как будто бы Unreal даже выбить. Пожалуйста, не на ближний бой едь. Спасибо. Ну, я ему три хита дал. Три хита с этой пушки, офигеть. Три хита я ему дал. Кто-то писал про криту Драгунова. Это реально так или нет? То есть она реально может сваншотить во вторую голову? Я ранга, и я это проверю. И сейчас мы это проверим. У него тоже Драгунов, ребята. Реально ваншотит! Реально ваншотит! Неплохо. Да, вот у него 15 хп у каски осталось. Здорово. Офигеть. Крит это двойной урон, я так понял. Блин, ну какой же приятный Миромар. Какой же приятный Миромар. Ошалеть. Просто крутяк. Вот я смотрю. Не там. Горы нету, ребята. Горы нету. Гора была же вообще высокая. Гора маленькая стала. Это какой-то пригорок, я бы даже назвал его так. Это не гора, это пригорок. Као вернулся, ты чё, блин? Вот, видите, первая каска слетела. Не ваншот. Не ваншот в первую каску. А иногда во вторую может сваншотить критом. Вот это максимальная скорость, с которой можно стрелять. И она довольно-таки сложная с отдачей. Вот, видите, не сваншотил во вторую голову. А фигады я чувака сваншотил. Ну не, я скажу, очень быстро пулька летит. Очень быстро пулька летит. Ну вот, видите, нормально убила голову тела. Она реально какая-то полу-снайпа, полу-ДМР. Пулькает. Продолжение следует...